Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали, и сегодня у нас будет покупочка коня, который я безумно хочу, наверное уже может быть 2 месяца, 2 месяца я очень сильно ждала и хотела этого коня, и это старый лепецан светло-серый. Да, я знаю, что у меня в конюшне находится аж по-моему 4 лепецана, но светло-серый, я так безумно его захотела, и сегодня я расскажу, почему же я его беру, почему я терпела 2 месяца, и расскажу о новостях, которые поступили сегодня от разработчиков. Давайте начнем с информации, ну точнее информация о том, что я хотела купить лепецана, она напрямую связана с информацией от разработчиков. Я дала тебе слово, что куплю лепецана, как только узнаю, какая лошадь будет следующая в списке на выпуск. Разработчики сегодня сделали запись, что они добавляют нам новую лошадь, и это не обновленная никакая из старых моделек. А жаль, я надеялась, что будут новые, к примеру, обновленные лепецаны, и я смогу со скидкой купить старого. А добавят они финскую лошадку. В стране обширных лесов, бескрайних озер и снежных зим появляется лошадь со своей стойкостью северного скопуна. Поприветствуйте маленького, но могучего финского коня. Налейболее заметным окрасом шерсти фейнхорса являются различные вариации каштана, но их также можно найти в базовых цветах, таких как вороной и гнидой. Часто у них будут белые отметины на ногах и мордочки. С крепкими ногами, сильными мускулами и твердыми копытами, эта лошадь идеально подходит для катания на любой местности Юрвика. Этих лошадок мы должны ожидать вместе с вами 7 апреля в Фергрови. И стоить они будут 850 СК. Странно, где-то такое написано было, что 750, а где-то 850. Но я просто сейчас читаю записи ВКонтакте с одной группой. Ну, в общем, будем ждать вот этих милых лошадок. Посмотрев видеоролики про насторящую породу, я считаю, что эта лошадь будет на уровне канемару. Может быть, чуть больше. Потому что она достаточно невысокого роста, но достаточно такого крепенького теловосложения. И на этой фотографии гнидая лошадка мне очень напоминает мустанга. И я не могу перестать бороться с этой мыслью. Но очень странно, потому что не было никаких спойлеров от разработчиков. Вообще никаких. Просто они только-только выпустили нам новых магиков. И тут сразу, без спойлеров, просто сразу кидают записи о новой лошади, которая выйдет уже ровно через месяц. Я в полнейшем шоке. И я, наверное, не знаю, какую я лошадь буду покупать. Потому что неизвестно, какие будут масти точно, сколько будет этих мастей. Но знаем, что вот только вот эти две лошадки точно будут. А выбирать из двух я пока не хочу. Поэтому будем сидеть и ждать дальше новостей от разработчиков касательно этой породы. А тем временем мы уже приехали к моему милому, дорогому. Ой, любит царанчику. Который мне напоминает о старых добрых временах, которые были, когда я начала активно играть в ССО. Я в шоке. Прошло всего лишь три года. А за три года игра кардинально поменялась. Новые текстурки, новые модельки. Огромное количество новых лошадей. И невозможность копить на этих лошадей без доната. Да. Но сегодня я наконец-то куплю этого милого. Просто я там не могу. У меня сердце так сейчас разрывается. Потому что я... Почему же... Вот, да. Почему я терпела? То, что я надеялась, что может быть следующая лошадь... Вообще странно. Они добавили готлинских понях. И по идее, по древней, старой логике разработчиков, следующая лошадь после магиков должна была быть какая-то обновленная порода. Но теперь я знаю точно, что думать и пытаться предугадать, что будут добавлять разработчики, бесполезно. Они сломали всю свою систему. Единственная система, которая осталась, это, по-моему, система удвоения СК, которая появляется раз в 3-4 недели. Вот это неизменяемо вообще. И пусть так и будет. Вот. Поэтому... Ой. Раз не будут пока что выпускать в ближайший, получается, месяц лепецанов, я всё-таки за вот такие бешеные деньги... Да, ребята, у меня есть СК, но теперь даже я понимаю, что по сравнению с новыми породами, моделька лепецанов уже как-то немножечко неактуальна. 500 СК они должны стоить. Вот да, вот в нынешней ситуации, в нынешнем сборище всех новых моделек, лепецаны уже должны были бы стать намного дешевле. А вот, кстати, по поводу хаффлингеров и мустангов я так не считаю. Мне кажется, они пока должны стоить столько же, сколько их стоят. Арабов, кстати, я тоже считаю, что можно сделать подешевле, потому что арабы должны быть похожи на марварий чем-то, но тоже уже моделька отстает. А вот как-то мустанги и хаффлинги, я не знаю, мне они нравятся. Итак, лепецанская лошадь, светлый, серенький, такой есть, кстати, у Каролины, и теперь он будет у меня. Сила 3, дисциплина 2 и гиперскость 2, все остальное по нулям. Вы только посмотрите на это короткое описание. Ой, просто классная лошадка, которая доступна с 9 уровня и стоит в фортпинте. Давайте все-таки почитаем. Лепецанская это элегантная лошадь, обладающая естественной способностью выполнять сложные движения. Хорошо подходит для классических упражнений в высшей школе и выездке в целом. Знаменитая испанская школа гаховой езды в Вене имеет только лепецанских лошадей в своей конюшне. Ну, потому что у них там и представление только на них. И теперь, кстати, мне очень интересно, какими будут обновленные лепецаны. Я теперь буду этого очень сильно безумно ждать. И я не знаю, почему я так хочу безумно эту лапушку, но я хочу. Так. Ангел. Я не знаю. Я не думала над именем вообще. Я не знаю. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви. Б-в. Где В? Все, великолепный ангел. Все, я хочу его так назвать. Ребята, это самая скоростная, я не знаю, просто из ниоткуда придуманное имя. Я никогда так быстро не лошадей не называла. И так. Покупаем. Боже. Ой, как же сильно я его хотела последние два месяца. Я прям просто стиснув зубы, стиснув зубы. Я ждала информацию от разработчиков. Ой, боже мой. Какое, какое счастье. Какая радость у меня есть. Хочу сказать, благодарю и говорю мерси. И да, кстати. Два моих уже шайра, которые магические. Ой, шайра. Клейдес дали. Два камушка, которых я купила буквально несколько дней назад. Они уже оба пятого уровня. Я не спешу их прокачивать. Мне нравится на них кататься. Мне нравится абсолютно... Со стопроцентной вероятностью могу сказать, что мне нравятся обе масти. Вот. То есть, светлый камушек и темный камушек мне нравятся одинаково. Я их потихонечку качаю. Не каждый день сейчас захожу в ССО, потому что как-то, ну, не хочется. Вот. Но как только я узнала, вот только сейчас, минут пять назад, увидев запись о новой бороде лошадок, я... Всё. Я побежала сразу снимать покупку лепецанской лошадки. Потому что, я не знаю, просто какое-то безумие, безумие, безумие. Я не удивлюсь, кстати, если в какой-то момент мне так же сильно захочется купить несколько старых англов, мустангов и кого-нибудь ещё... А, вот он, вот он, вот он, вот он. Ой, пожалуйста, не ладай так сильно. Пожалуйста, пожалуйста. Вот ты, боже мой, неужели ты стоишь у меня в конюшне, великолепный ангел? Да, и, кстати, у них так и осталась до сих пор такая сломанная анимация, что когда они смотрят налево, у них автоматически закрывается один глаз. Разработчики, почините, пожалуйста, что за пираты? Вот сейчас нормально. А, ну потому что он не смотрит именно влево. Вот когда он резко поворачивает... Во, да, да, слепой конь на один глаз. Когда смотрят влево. А, чтобы... Что же на тебя одеть-то? У меня с собой есть какая-нибудь амуниция, нет? Так, стоп, я камеру включила. Ой, а что вот, наверное, за где иди делают? Ммм... Так, так... А, вот, вот сейчас надо нажать вот сюда. Вот так вот. Какую бы на тебя одеть? Это, это... Вот это. Вот это. Вот это. Нет. А нагавок? А нагавок у меня нет. Странно. О, ты, боже, ты мой. Ты моё счастье, белоснежный. Мой ангелочек. Просто... Я даже... Я передать вам не могу, какую радость я сейчас испытываю. Просто до ужаса. Лошадь не новая. Ну, по модельке. Но, ребят, счастья и радости нету просто предела. А-а-а-а! Наконец-то! Красавчик ты мой! Ангелочек. Ангелочек, ангел. Просто ангел. Так. Как бы, как бы, как бы, как бы. Значит, вот так вот. Я до сих пор, если честно, не запомнила, на какой странице у меня чё где лежит. Но, допустим, через страницу... Так. Так. Так, шапки, шапки, шапки. По-моему, они у меня где-то здесь в конце. О, боже, ребята. Я очень рада. Я очень рада, что купила его, наконец-то. И даже если после финских лошадок они добавят... Липецанов. Ну, что делать? Ну, купила-то я всё равно его сейчас. Прям блаженство, блаженство. Так. Наговки, наговки, наговки. Сёдла, Вольтраппы. Где Вольтраппы? Здесь, на пятый. Да, на пятый. Давай-ка мы тебя оденем слегка по-старому. Так, 14 может быть. 12-й. Седьмой. Седьмой? А, да, у лошадей здесь раскладку я не особо меняла. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Где-где-где? Ну-то-то-то-то. Что-то не то. Что-то как-то. Ну, новые нагавки на них одевать нельзя. Ну, что эти? Ну, что эти? Давай, вот эти. Давай, я девать. О, боже мой. Ребята. Так, нет, стой. Уздечка. Я забыла уздечку. Оденем уздечко. Где уздечко? Удечко. Мне нужна губернаторская матовая, губернаторская уздечко. Где все уздечки? Шестая? Шестая. На шестой? Да. На шестой. Оно? Да. Иди сюда. Так, ну вы перетащите. Ай, перетащись отдельно. А вот к комплекту. О, да, ребята. О, да, ребята. Ребята, я даже не буду, наверное, поменять ему прическу. Это будет мой единственный лепецан со своей родной прической. Давайте посмотрим, сколько у меня всего лепецанов. По-моему, их теперь... Шесть? Нет. Да? Нет. Нет. Пять. Порода. Порода. Так, давай. Погружайся, пожалуйста. Так, здесь нету. А, вот. Наверное, здесь. Значит, раз лепецан. Ой, ты что ж такое? Два лепецана. Три лепецана. Четыре. И пятый я сижу. Да, вот, получается. Получается, я собрала всех светлых... Всех серых лепецанов. Ну, как бы, у меня светло-серый, потом серый, потом серый, потом серый в яблоко, потом еще одна серая и в гречку. Потому что вороновый и гнидовый я врать совершенно не хочу, а вроде бы больше лепецанов-то и нет. Ну, сколько я помню. В общем, ребята, спасибо большое, что были со мной сегодня, что я поделила с вами новости по поводу Finn Horse. Ну, ладно, буду называть просто финской лошадкой. Спасибо, что были со мной и наблюдали мою долгожданную покупку этого лепецана. Я просто в таком же восторге, как летом 2017 года, когда покупала моих самых первых, входящие в десятку лошадей. И, блин... Вот, я думаю, его я качать буду очень долго, потому что я хочу вспомнить 2017 год, покататься на нем. И я не буду быстро его качать, я не буду быстро качать камушков. О, да, они здесь тоже у меня стоят. Я хочу понаслаждаться этими лошадками подольше, подольше, подольше и просто поблаженствовать и поностальгировать по своему... По своему... по своей юности, наверное, в ССО, ну, относительно моего персонажа. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!